Новенькая Нива во дворе амбулатории номер один. Медики говорят, что подарок подоспел вовремя. Скоро установится дождливая погода, а в зоне обслуживания, кроме самой станицы Анапской, с десяток хуторов, дачных кооперативов. Всего в Анапском сельском округе живет более 22 тысяч человек. В сельской местности плотность населения ниже, чем в городах, поэтому ежедневно немолодой автопарк амбулатории проезжал около 200 километров. Похожая ситуация в третьей участковой больнице, расположенной в селе Юровка. Этой Волге 17 лет, поэтому такое пополнение было просто необходимо. Да, этой машины нам достаточно. Этот вопрос вообще остро стоял в нашем учреждении. Часто выходила из строя машина и была острая необходимость в оказании неотложной медицинской помощи. Врачу приходилось преодолевать многие расстояния пешком. Теперь с появлением этой машины, соответственно, все наши проблемы уйдут. Деньги на приобретение автомобилей выделил депутат Госдумы Иван Демченко. Об этом его попросили в ходе предвыборной кампании. Парламентарий заявил, что это только первый шаг. В планах помочь приобрести там, где это необходимо, аппараты ультразвуковой диагностики и другое оборудование. Надо будет посмотреть по больницам, чем нам дооборудовать. Понимаете, еще что дать, чтобы вы и врачи нормально работали наши. Бывает мелочи не хватает, а это стоит человеческой жизни. По словам заместителя главы Анапы Людмилы Мурашовой, развитию медицины в сельской местности в городе-курорте уделяется особое внимание. Анапа занимает первое место по количеству земских врачей. Строится кабинет врача общей практики в хуторе «Рассвет». По инициативе мэра в городе проводятся дни здоровья. Не только для взрослых, но и для детей. Практика показывает, что это нужно. И новые машины станут подспорьем в реализации городских программ. То, что сейчас происходит, Иван Иванович, наверное, это благодаря вот такому плодотворному сотрудничеству администрации во главе в первую очередь Сергеева Сергея Павловича и вас, депутата Государственной Думы. И нам очень приятно говорить, что 22 сентября вы не просто депутат Государственной Думы, а вы наш депутат на сегодняшний день. И мы искренне вам благодарны за то, что вы приняли активное участие в социальной жизни нашего города. Все-таки ключевое слово «человек». По словам Ивана Демченко, он намерен содействовать нашему муниципалитету в решении вопросов газификации, строительства, ремонта дорог, оказания дальнейшей помощи медицинским учреждениям. Это не просто обещание. Сделаны конкретные шаги. Выделен первый из трех миллионов рублей на ремонт городской поликлиники. Вместе с тем парламентарий заявил, что совместная работа предстоит по многим системным вопросам, актуальным для города. Например, передачи пляжных территорий в ведении муниципалитета.